Спасибо вам большое, я третий год тяну руку. Третий год уже? Я вас не замечал все время. Спасибо большое. Простите меня, пожалуйста. Спасибо. Я хотела бы спросить, что мне можно еще сделать, чтобы выйти замуж? Может быть, мне нужно... Чтобы выйти замуж, нужно очень радостно и с любовью общаться с женщинами. С родителями, с людьми, любить людей вокруг. И это делает женщину очень красивой. Она вот с любовью радостно общается со всеми. Понимаете? И вот ее это... Она такая всех любит, мои хорошие, любимые мои. Вот так она себя ведет, общается со всеми, служит всем, заботится обо всех. Птички, деревца. Все люблю. Все люблю. И в это время, когда... Вот слушайте меня внимательно. В это время, когда она так себя ведет, постепенно, в ее сердце пропадает чувство одиночества. И в ее сердце утверждается чувство достоинства, собственно. Она становится сильной внутри себя и независимой от мужчин. И в тот момент, когда зависимость от мужчин полностью уничтожается в ее сердце, она чувствует, что ей так хорошо жить. Она и так счастливая. И в этот момент она сшивает кого-то с ног. и просто смотрит, и он... Мне сказали, что у меня родовое проклятие. Видите, мама плачет, говорит, что делать. Этот человек, который вам это сказал, он... Хороший человек. Видимо, просто бизнес, да, так делает? Скорее всего, он просто... Просто тупость, тупость, тупость так делает, тупость. Какое проклятие. Что такое проклятие вообще? Вы знаете, что такое проклятие? Вы изучали эту тему вообще? Вы знаете, что такое проклятие? Я думала над этим, и у меня есть такое воспоминание, что в прошлой жизни я делала много зла людям. Ну и что? И родилась в такой семье, в которой целый род был... Ну делай дело, все мы тут делаем, мы все тут не такие прям ангелы небесные. Ангелы на небе рождаются, а не на земле. Вы зачем так сильно прикованы к плохому? Вы посмотрите на себя с хорошей стороны. У вас столько хорошего всего. Разве вы недостойны замуж? Почему вы поверили в то зло, которое вам сказали? Почему вы в это поверили? Какое право вы имели вообще в это поверить перед своей судьбой? А что человек верит, то избывается. Зачем вы в эту глупость поверили вообще? Знаете, что такое проклятие? Вот допустим, человек меня режет, мне нож вставляет в живот, и я думаю просто в сердце, ты за это ответишь. Вот это проклятие. И он за это ответит, и все. Просто за что он ответит? За то, что он сделал. Все. Вот и все. Но если он ответит, ну пусть ответит, он потрудится сердцем, пораскаивается. Ко мне один человек пришел на консультацию, я смотрю, ну то есть, я смотрю на него, и у меня такой холод по телу, такой холод, знаете, идет, меня все сковывает, такое, так тяжело очень становится внутри. Я говорю, ну что такое вообще, почему такое восприятие? Я настраиваюсь на него, смотрю, что он в прошлой жизни много людей поубивал. И он говорит мне, говори мне всю правду обо мне, правду. Я говорю, надо правду говорить. Я жить хочу. Вы можете мне тоже правду сказать? Вы же видите в прошлой жизни. Вот. И он говорит, дорогой мой друг, я ему говорю, вы в прошлой жизни много людей поубивали. Он смотрит на меня, говорит, дорогой мой друг, я уже в этой жизни много людей поубивал. То, что прошлое. Нет, и смотрит на меня такой взгляд, такой прямой, сильный такой взгляд очень, человек. Я такой, на-на-на-на-на-на-на. Олег Геннадьевич, ты попал. Вот такой, как бы, неловко так мне стало. Смотрит прямо, говорит. Говорит, сколько мне надо еще раскаиваться, чтобы победить судьбу. Я уже рассказываю, раскаиваюсь несколько лет, по несколько часов в день. Я такой, ба-бамс. Человек такой, представляете. Я уже, говорит, понял, насколько я грешен. Видите, он эту стадию принял судьбу уже. Стадия принятия пришла уже. Мы с ним поговорили, он говорит, хорошо. И пошел дальше. Трудиться над своим сердцем. Сильный человек очень. Вы сильный человек? Сильный. Вперед. Вы сильный человек. Вы очень оптимистичный человек. Жизнерадостный. Добрый. Столько у вас хороших качеств. Знаете, почему я вас не спрашивал? Мне сейчас Бог в сердце ответил. Потому что вы верили в эту фразу, что у меня вот это проклятие. Богу так не нравятся такие слова вообще. Какое проклятие вообще. Услышали меня? Сбросьте из своего сердца. Выбросьте эту тему. Вырождены только для счастья. Все. Больше ни для чего. Победите судьбу, получите счастье. Грифов у вас не больше, чем у других. Не надо так думать. Знаете, на кухню часто женщины говорят, ой, у меня кухня самая грязная в мире. Все, я не могу ее убирать. Самая грязная в мире. Не самая грязная, просто грязная. Все, убирай. Чего паришься? Еще хотела спросить, что у меня в последнее время сокращают на работе. Может быть мне, не знаю, уехать в другое место. Вас почему сокращают? Потому что вы устали там работать. Вы устали там работать и не работаете. Я думаю, что делать с человеком? Работать не хочет человек. Я правильно говорю или нет? Ну, давайте, отвечайте. Ну? Ну, да. Ну, пусть сокращают, нормально же. Вы устали, вы все равно там не останетесь. Правда? Да, сами уйти не можете. Ну, пусть сокращают. Смотрите, если женщина, она не понимает, кто она, как ей жить правильно, женщина через любовь получает отдых в жизни. Счастье через любовь. И когда у нее любви достаточно, она тогда в работе счастья не ищет. Она в работе ищет, ну, как бы, не смысл жизни, а просто она отдыхает на работе. Она для отдыха работает. Это и увлечение. Это то, что ей нравится делать по ее природе. Но если женщина, как женщина, не функционирует, она начинает искать в работе смысл жизни. Тогда она проходит три стадии, четыре стадии. Первая стадия – интересно, мне нравится. Вторая стадия – устаю. Третья стадия – надоела. Четвертая – ухожу. И каждая работа идет циклами вот так вот у женщин. Проработал два-три года, следующее, два-три года, следующее. И при этом она одинока, она не может выйти замуж. Потому что все силы у нее уходят в работу. Замкнутый круг. Пока она не перестроится, не поймет, что ее счастье – любовь людям дарить. В этом счастье. Любовь дарить. Она женщина. Любовь дарить. И тогда уже после этого она просто приходит на работу, работает. Потому что ей нравится, это ее природа. Но она там сгореть на этой работе не желает. Погибнуть там. Вот у вас такое настроение. Вы приходите там, впахиваете на полную катушку, потом устаете, перенапрягаетесь, и потом вас выгоняет. Ну, честно, что я сама не уходила. Какой еще у вас вопрос? У меня в прошлом году была помолвка, и потом через две с половиной недели сразу он сказал размолвка. То есть я хотела бы понять. Вот смотрите. Когда парня с ног сшибаешь, очень важно в это время сохранить себя. Ты увидела его взгляд, вот этот вот взгляд, что он тебя любит. Вот в этот момент не надо терять себя. Это очень важный момент. В этот момент женщина должна сказать себе, я спокойна, все нормально, я не привязана. Вот надо очень сильно настроиться на то, что я как бы не завишу от него, я от Бога завишу. В это время нужна молитва сильная. Это экзамен для женщины. Она должна молиться. Если он чувствует, что она принцесса такая, то есть он показывает ей свою любовь, а ей хоть бы хны. И тогда все он уже, когда окончательно уже она победила. Но вы не прошли эту вторую стадию. Вы сломались. Вы начали от него, стали зависимой. Вы стали слабой. Вы стали перед ним. А когда мужчина так, женщина ведется, он видит, он теряет любовь. Все, ему уже не хочется ничего. Это везде и всегда так. Вот представьте, я на лекции допустим, ой, я рад так вас всех видеть. Вы сразу вас смоет здесь из зала, прямо через пять минут. Столько любви вот от вас, столько любви идет. Я должен же себя сохранить. Да? Должен сильно реагировать на это, сильно очень внутренне. Тогда вам нравится. А если меня сломал, и такой расплылся такой весь, я рад вас видеть. Опять все ушли. Или я загордился такой, ну, опять все ушли. Я хотела бы спросить, можно ли... Чувство собственного достоинства держите в сердце очень сильно. Сильная позиция внутренняя означает негордая. Понять, кто такая женщина. Вы властелин этой жизни. Вы рождаете жизнь. Женщина также в виде смерти, эта женщина забирает жизнь. Вы здесь хозяйка. Понимаете, вы хозяйка жизни. Вы женщина. Вы хозяйка женщины. Счастье принадлежит все в жизни, только женщине. Вот когда женщина кушает, она как кушает? О, как вкусно. То есть она очень много... Она насыщается вкусом пищи, а не количеством. Она просто и вкусна. А мужчина вкусом не может насыщаться, потому что у него грубые чувства. Он не для счастья живет. Он живет для победы. Надо побеждать судьбу. И защищать женщину. Когда мужчина женщину защищает, он от нее счастье получает. Мужчина от женщины счастье получает. Так вы источник счастья. Почему вы ломаетесь? Почему вы чувствуете себя несчастной? Станьте красивой. Станьте самодостаточной. Вы женщина. Почувствуйте себя сильно. У вас сильная позиция должна быть внутри. Женщина имеет божественную природу, как и мужчина. Но сила мужчины – это его способность побеждать. А сила женщины – это радость жизни. Она должна любить жить, радоваться жизни. Быть счастливой внутри, самодостаточной. Не ломайтесь, не зависите от мужика. Пускай он от вас зависит. Спасибо большое. Мой папа просит спросить, правильно ли я выбрала духовный путь? У меня есть духовный учитель. Видите, это подвох. И он переживает. Ну, я Олег Геннадьевич решит, конечно, Господи. Я же... Вот он рядом сидит и говорит, спроси. Олег Геннадьевич решит, я Олег Геннадьевич, конечно, он решит, какой духовный путь дочка должна выбрать. Ну, конечно, дочка уже выбрала, но он просто не принимает это. Докажите. Своим сердцем докажите, что у вас правильный путь. Докажите сердцем. Если вы сами не хотите доказывать, значит, не факт, что это правильный путь. Докажите всем своим сердцем, своей чистотой, радостью своей. Докажите, что это правильный путь. Вот вы мужчину выбрали, докажите, что это тот человек своей радостью в сердце. Если вы приходите, ну, я не знаю, как бы, то ли тот, то ли тот. Но они тем более не будут знать ваши родственники. Докажите своим сердцем, чтобы возрадовались все. Испытания, когда человек встает на допусковный путь, всегда и у всех возникают. Всегда. Это нормально. Я когда просто самосовершенствованием начал заниматься, вот этот путь выбрал. У меня был такой период, когда я решил развить себе способность видеть судьбу людей. Меня не устраивало, чтобы я не видел. Я узнал, что это возможно. И узнал, как. Я прочитал где-то, что надо просто сосредоточиться вот здесь, в этом месте, и не разговаривать полгода. Все время концентрироваться вот сюда. Ну, полгода не разговаривать. Я был в 10-м классе. Надо было там учиться, там экзамены. Я полгода не разговариваю. Мама подумала, что у меня шизофрения. Я прихожу к врачу, она говорит, слушай, я нашла женщину, которая тебя поймет. Я говорю, супер, мам, супер, пойдем, я все расскажу. Она приходит, она говорит, у тебя сны, цветы в себя в снах осознаешь. Я как раз этим занимался. Я прям думаю, супер. Она меня поняла. А я научился во сне вставать, потом летать научился во сне. То есть, и научился даже во сне вылетать из квартиры и смотреть, что делают люди в соседней квартире. А потом научился во сне пугать народ. Одну бабушку испугал, она меня перекрестила, и у меня все закончилось. Эксперимент закончился таким. Но мне было все это интересно. И женщина говорит, ты, говорит, во сне себя осознаешь. Я, блин, думаю, попал, классно. Я говорю, конечно. И начал ей рассказывать. Она психиатр, это был симптом шизофрении. Она мне говорит, ну, у меня до этого такой же, как ты был. Поставил мне диагноз шизофрения. Отправила меня. Мама так переживала. А с диагнозом шизофрении берут в медицинский институт. А я должен был поступать как раз в этот, ну, уже на следующий год. До свидания в медицинский институт. И мама такая, я маме говорю, я посадил, говорю, мама, это не шизофрения. Когда шизофрения, человек себя не понимает. А я-то себя понимаю. И она начала искать другого психиатра. Нашла главного психиатра города. Я к ним приехал, он такой слушал, слушал меня. Говорит, супер, у меня такая же, такая же практика была развития. Я тебя понимаю, все. Звонит своему другу, короче, в Самаре. Он возглавляет психиатрическую клинику. Говорит, ты приезжай, я ему расскажу. Он тоже такой же, он все понимает, все классно. Вот, я приехал, мы с ним пообщались. Он такой, давай, поступай в институт, все, мне диагноз снял. И все нормально. Но это испытание неизбежно всегда, неизбежно. Если ты начинаешь работать над собой, это вызов всей жизни, всему, что происходит вокруг. Ты делаешь вызов. Все близкие будут тебя испытывать до одного. Каждый человек испытает. И ты должен сам почувствовать, это твое. Делаешь, идешь правильным путем. Если все это совпадет, все будут счастливы. У меня сейчас все родственники счастливы тем, что я этим занимаюсь. У вас тоже придет время. Как вас зовут? Меня или папу? Папу, папу. Александр Николаевич. Александр Николаевич. Супер. Испытывайте ее по полной программе. Вы очень серьезный, разумный человек. Не допускайте, чтобы она глупости делала. Следите за ней. Пускай она докажет, что это все правильно. В вашем сердце, когда придет доказать, свое благословить. Пока нет. Смотрите, изучайте все. Она такая, зачем я спросил Олега Геннадьевича? Спасибо большое. Да? Вы уверены? А вот давайте сейчас мы ее спросим. Вам легче стало в сердце? Честно? Да, я чувствую легкость. Видите? Не всегда, как вы хотите, нужен ответ. Не всегда. Спасибо. Вы женщина, ваш вопрос. Да? Ваш, ваш, ваш. Последний, это будет последний вопрос. Да? Сейчас у нас будет лекция уже. Олег Геннадьевич, я просто хотела сказать вам спасибо большое за те знания и за то благо, которое вы несете. Я прослушала огромное количество ваших лекций, засыпалась с ними, просыпалась. И там действительно очень много ответов на свои вопросы нашла. У меня нет вопросов. У меня просто огромное чувство благодарности. И я хочу пожелать... Посмотрите, у меня сейчас идет тяжелый период, у меня нет вопросов. Знаете, что это значит? Знаете, что это значит? Садитесь. Спасибо вам большое. Запомните, когда человек встает и старшему такие слова говорит, это значит, что этот человек сразу же, немедленно получает благословение от Бога. Потому что он настроен абсолютно бескорыстно. У нее есть ко мне вопрос, она его не задала. Знаете, почему? Потому что она хочет просто сама побеждать свою судьбу. И она просто очень благодарна Богу за то, что он есть. Все, она благословлена. Она 100% победит свою судьбу, 100%, без всяких сомнений. Но искусственно вы это не сделаете. Вот если сейчас вы так встанете и у вас этого нет, такого состояния, то это будет самообман просто. Ну ладно. Спасибо большое. У нас есть тема воспитания хороших черт характера. Хочу вас разочаровать. Никакие хорошие черты характера воспитывать себе не надо. Потому что все черты характера, хорошие, даются как награда человеку за его труд, сердце. приходит время и награда приходит. Допустим, я гневливый. Человек не должен корить себя за то, что он гневливый и поощрять за то, что он гневливый. Нужно просто принять, что это факт. Вот это так. И просто учиться противоположному. Параллельно гневливости учиться по-доброму относиться к людям. Учиться по-доброму относиться к людям означает служение. Служение. Просто служить людям из чувства долга, добротой своей. Ты, допустим, не добрый, а ты все равно делай так, как будто ты добрый. И постепенно придет время и гневливость начнет сначала таять и постепенно начнет проходить. Любая черта характера, любая. Не имеет значения. Но если человек концентрируется на своей черте характера со знаком плюс или со знаком минус, то есть я ненавижу себя за это или я люблю себя за это, то это никогда не поменяет характер. Чем больше человек концентрируется на себе, на своем характере, тем меньше шансов у него его поменять. Человек должен забыть про себя и начать делать добрые дела в этом направлении. Оставаясь вот таким, вот ты такой, допустим, ну ты делаешь что-то другое, неважно, и ты побеждаешь судьбу. Допустим, у тебя беспокойный ум, ты беспокойный человек, совершая неподвижные положения тела, они дают спокойствие, побеждаешь беспокойство в уме, но ты при этом не думаешь, беспокойный я или нет, просто совершай это действие. Или, допустим, ты жадный, ну жадный, жадный, ничего страшного. Берете и вы определите где вы жадный, в какой сфере. И там, в этой сфере, делайте противоположное, просто из чувства долга, вам не будет хотеться это делать. Не ждите, когда вам захочется, а просто делайте. И вы будете увидеть, что постепенно у вас появится желание это делать, потом знание придет после желания, зачем это делать, а потом счастье это делать, и в момент прихода до счастья пропадает жадность. То есть вы совершаете пожертвование с удовольствием. Все значит, вы уже не жадны. Понимаете? Но если человек занимается вот этой психологией, работой над своим характером, вот именно в этой ключе он пытается понять, что у него такое. Очень сильно сосредотачивается на себе, копается в своем характере. Ой, я такая, вот такая. Все, замкнутый круг. Опасно очень. Еще, знаете, я вчера упустил одну тему, очень важную. Это тема отношений между мужчинами с мужчинами и женщинами с женщинами. Эта тема очень важная, потому что она дает силы. это источник силы. Но в целом, как бы, вот смотрите, в целом мужчине очень трудно близко общаться с мужчинами. Почему? Потому что если это делать на животном уровне, на уровне низших отношений, то там идет вражда. Ну, самцы между собой дерутся, да? Убивают друг друга, да? То есть с этой точки зрения, ну, мужчине с мужчиной вообще не алло. Понимаете, да? Очень сложно. То же самое женщине с женщиной, тоже не алло. Но вот интересно знать. Вот, допустим, женщины, вы замечали, что вы не можете с мужем общаться, у вас нет сил, с детьми не можете общаться, вы уединяетесь, никого не хотите видеть. Что это значит? Вам не хватает женской энергии. Вы поняли? Женской энергии вам не хватает. Женская энергия берется от женщин. Как с женщинами надо общаться? Очень близко, радостно. С какими женщинами? Которые, как и вы, встали на путь самосовершенствования. Не сплетничать с женщиной о том, кто как живет. Не проводить с ними время в наслаждении. То есть вместе там отдыхать, где-то там радоваться жизни. А общаться с ними на темы, открывающие сердце. В это время, когда женщина так себя ведет. Или, допустим, я вот общаюсь с ней на тему, как мне изменить отношения с мужем там, или с детьми. И она вкладывает в вас силы. Она говорит, да ты подойди к нему, просто его поцелуй. И вы думаете, так я и сама знаю, что надо подойти просто поцеловать. А ты после этих слов ее подходишь, тебе легче. Это означает, что она вложила тебя в силы. Понимаете? Вообще мы все все знаем. Вот все, что я вам говорю на лекции, вы это все знаете. Зачем вы пришли на лекцию? Для того, чтобы получить силы. И знание, оно углубляется все глубже, глубже, глубже. Вы знаете, что это? Есть этапы погружения знания в сердце. Первый этап. Человек думает, ну, похоже, что это правда. Второй этап, следующий этап. О, это точно правда. Следующий этап. Человек, оп, это правда, но я это не могу делать. Я не могу это сделать. Он чувствует, я не могу. А раньше он думал, что я могу. Потом следующий этап. Это правда. И я потихоньку начинаю это делать, потому что мне это нравится. Он начинает чувствовать, что ему это нравится на следующем этапе. И потом он чувствует, что он может делать вот столько-то. А потом он вообще может это делать. И на этом этапе он получает полное знание. Полное знание, это значит, что вдохновение полностью хватает победить свою судьбу. То есть знание соткано из понимания и вдохновения. Два аспекта. Запомнили? Если у вас нет вдохновения, вы, допустим, не можете бросить вредную привычку, значит, у вас не хватает знания. И что это значит? Надо слушать внимательно того, кто это знание имеет. Кажется, что я уже все знаю, но это знание всего лишь аспект понимания. А есть еще аспект вдохновения. И вот люди этого не понимают. Поэтому люди ходят, одну и ту же Библию читают тысячу раз, потому что им нужно вдохновение. Они на одни и те же лекции слушают тысячу раз, потому что нужно вот это вдохновение. Это вдохновение именно углубляет знания и делает человека счастливым. Но любить любить детей и мужа силы Олег Геннадьевич не даст. Не даст. Эти силы дают женщины, которые занимаются самосовершенствием. Поэтому очень важно вам дружить. По этой причине здесь очень много программ в Алма-Ате, в том числе Клуб Благость. У нас здесь есть Клуб Благость, это они дружат на почве моих лекций. Есть также другие варианты, есть Клуб П-3000 и так далее. Есть много здесь программ, вам ребята в конце лекции расскажут. Здесь очень бурная работа в этом плане идет. И если вы общаетесь, встречаетесь, вы таким образом помогаете друг другу. Есть чисто женские клубы, понимаете, вы приходите к женщине и наполняете силой женской. Мужики иногда говорят, слушай, ты что так много с подружкой разговариваешь? Если она вот так возвышенно не сплетничает, а просто о чем-то серьезном таком, разговаривать с подружкой, она потом мужу же это и даст. Это очень хорошо, что она с ней разговаривает, потому что это потом ему все будет. Понимаете, женщина наполняется от женщин женской энергией. Запомнили? Можно также наполняться от коров, кобыл и так далее. Но не актуально, да? Бывает, что доярки, знаете, вот просто вы смеетесь, думаете, я пошутил? Вот в молочный магазин зайдите, допустим, да? Или просто вот в колхоз, где доярки, вот посмотрите на них, они наполнены женской энергией, то есть они такие счастливые, такие добрые, они ласковые, с вами очень хорошо будут себя вести. Почему? Потому что они общаются с коровами. Коровы тоже только женщины, только в животном теле. Понятно система? Мужчины тоже. Мужчины говорят, что-то Олег Геннадьевич, у меня сил нет, я говорю, слава, я не могу тебя вставание сейчас сделать. Ну ты иди с мужиками общайся, иди на тренировку, они тебе морду побьют там, заломают тебя, попинают тебя там. Ну иди, иди к мужикам, они тебе помогут быть неслабым. Вот допустим, мне одному бегать тяжелее, чем с Максимом, у меня помощник, вот он, мы вместе с ним сегодня побежали, бегаем вместе с ним. Круто. Я бегу, раз там, и он меня там, что-то, ну мы любим друг друга. Мужская любовь, она другая, мужскую природу имеет. И мужчина, когда с мужчинами дружит, он становится мужественным, сильным, жена его больше любит. Почему? Потому что он крепким становится, с мужиками общаясь. Но если вы общаетесь с мужиками за бутылкой, критикуете всех, вы теряете мужские качества. Если вы с мужиками, сплетничаете там, выпиваете вместе, это не дружба. Это то, что разрушает вашу жизнь. И эти привязанности, вот с мужиком подружился, открываете сердце, там, жалуетесь на всех, выпиваете вместе. Ты потом бросить не сможешь это спиртное, потому что тебе нужна эта дружба мужская, понимаете? Нужна. А ты не можешь разорвать эти отношения, у тебя больше нет друзей. И чтобы дружить, эту мужскую дружбу иметь, цена это деградация. Услышали? Мы говорим сейчас с вами о развитии себя как личности. Видите, он о чем поет? Он шагает с работы устало, он не замученный и с работы шагает, а ему радостно трудиться, он любит, жизнь для него значит работа, да? Он любит работу, он, вот сейчас смотрите, он сейчас все аспекты от чувства собственно достоинства человеческого, как человек может быть счастливым, он сейчас в этой песне все опишет, все аспекты. Первый аспект прими свою судьбу, полюби свою работу, радуйся, я шагаю с работы устал, я доброе дело сделал сегодня. Радуйся своей работе, если там водку продаешь, может быть тебе поменять работу свою, вот, тоже обрадуйся этой мысли, а если ты делаешь что-то хорошее, и ты не понимаешь этого, ты ради денег живешь, ты не можешь быть счастливым, чувство собственно достоинства твое не будет радоваться, смотрите, я люблю тебя жизнь, почему люблю, потому что я шагаю с работы устало, услышали? А если я водяной, я водяной, никто все мои подружки, пиявки и лягушки, а жизнь моя жестянка, да ну ее в болото, мне летать, мне летать, а коту, чувствуете разницу или нет? Ну то есть очень большая проблема, проблема заключается в том, что у человека в психике есть определенный переключатель, и мы просто не знаем, как его переключать. Когда судьба наваливается, сила времени наваливается, человек сильно концентрируется на себе, он про всех забывает, он только о себе думает, о своей жизни, он не может больше ни о чем думать, и это проклятие, вот это есть проклятие, то есть он просто тает, он теряет силы, он не может уже никому помочь, ничего сделать, то есть он просто обесточен, надо вырваться, переключатель вырваться, как вырывается человек, аскеза, первое, аскеза, чтобы вырваться из вот этой силы, которая тебя погружает, первое, аскеза, что такое аскеза, заставь себя, сам, заставь себя, причем у женщины, мужчины по-разному заставляют, женщины заставляют себя коллективным разумом, ты завтра пораньше встаешь, и я встаю, само по себе это мышление для женщины очень тяжелое, потому что это значит, что мне вставать же придется теперь, я обещала, понимаете, если мужики созваниваются, ты завтра встаешь утром, я встаю, и я встаю, что это значит? Мужики созвонились, да ничего не значит, мужики созвонились, ничего не значит, он говорит, да я не встал, все, мужики созвонились, ничего не значит, потому что они мужики, вот если он сам себя взорвал, а другой говорит, да я встал. Он говорит, да как ты встал? Он говорит, да я встал, потому что я встал. Он сам себя взорвал внутри, все, он мужик. Ну, сам захотел просто. Ну, значит, все, он побеждеждается, он сам захотел. Но ему надо общаться, ему надо кому-то сказать, что он сам захотел. Иначе будет неинтересно. У женщин по-другому. Мужчин, индивидуальный разум, он сам должен взорваться, человек должен сам захотеть. А захотеть мужчине трудно. Но когда он захотел, все, поезд пошел. У женщин по-другому психика работает. Им захотеть не трудно, не трудно. Но удержаться на этом очень трудно. Очень трудно. И поэтому женщины должны созваниваться. Ты завтра вот это будешь делать? Завтра пойдем там в клуб позанимаемся. Если она сказала, подружка, пойдем. Все. Она не может не пойти. Женщина, если сказала, у ней совести не позволит. Она говорит, ой, а что же я пообещала и не делаю? Что же это такое? Она будет переживать страшно. Так у женщины психика устроена. Все. Поэтому женщины должны дружить сильно. Вот очень важно для женщин. И поймите, что когда женщины дружат, вообще мужикам шансов нет. Женщины дружат, мужикам шансов нет. Понимаете? Потому что у женщин коллективный разум. Он очень сильным становится. Муж, допустим, поругался с женой. Подружки все пришли такие на него. Мама ему звонит, как бы, жены. Своя мама, своя мама. Своя мама, представляете, она подружилась с мамой мужа. Мама мужик звонит и говорит, ты что? Как ты себя ведешь с женой? Ну ладно, приведу пример. Вот смотрите, допустим, женщины не знают, как воспитывать мужчин. Мужик не хочет работать. Ну и вы не работаете. Или деньги на книжку откладываете. Вот смотрите. В доме нет еды, да? Женщина ест? Нет, она не ест. Она перекусывает. Пошла к подружке перекусила. К подружке приходишь, тебя накормят? Да запросто. Там перекусила, здесь перекусила. К соседям зашла, в гости поболтать. Перекусила. А мужчина, он не ест, он жрет. И его, если он к соседу придет, к своему другу, дзынь, вот так и так, там, давай поговорим, ну давай поговорим. Ну, кормить он его не будет, понимаете? жрать ему негде, жрать ему негде, кроме как дома. Чего ему остается? Только на работу идти. У него нет вариантов. понимаете, у женщин коллективное сознание, она должна так жить, это сильная позиция. Если она имеет коллективное мышление, то мужику вообще шансов нет победить вообще. Очень сильно у женщины позиция, если у нее много подружек, она со всеми женщинами общается, поэтому женщины контролировали общество в древней культуре. Из-за того, что они были все вместе, а мужики все разрозненные, они не могут быть вместе. Мужик один терпит ситуацию, понимаете? Даже мужчина с женщиной поругались, все на стороне женщины, и дети, ну все, короче, даже кошка тоже к мужчине не подходит, домашняя семейная. А если женщина одна, она ни с кем как бы не общается, у нее очень слабая позиция, нет сил, у нее нет энергии любви, не хватает, поэтому в древней культуре женщины больше с женщинами общались. Потому что на мужа надо силы тратить, женщины запомните, на мужа и на детей вы силы тратите своей, а друг от друга получаете силы. И еще запомните, что женское начало – это лечебное. Вот знаете, допустим, камни ставить, два камня – лечебное число, три – нелечебное, деструктивное. Два – это женское число, а три – мужское. Знаете об этом? На четный день растение садишь, на четный день – оно растет, на нечетный садишь – не растет. Женское число дает жизнь, дает гармонию, женская энергия гармонизирует все, мужская или пробивает, меняет ситуацию, или уничтожает. Одно из двух. Поэтому мужчины все одиночки, индивидуальные. Но когда мужчинам надо побеждать мужчин, они должны объединяться в большие силы. Тогда начинается уже мужская энергия, чтобы победить. Вот, пошли вперед. Понимаете, да? Для чего мужская энергия нужна? Для того, чтобы силу большую иметь уже. Мужчина должен не то, что жену побеждать, он с мужиком объединяется. Мужчины никогда темы не обсуждают. Нормальные мужики, как ты жену свою победил. Никогда не обсуждают. Не обсуждают, как себя победить, как победить судьбу. Человек должен вырваться из этого круга погруженности в себя. Нужно стать сильным. Если вы думаете, я другая, это неправильная реакция. Правильная реакция какая? Всасывать. Это значит наполняться силой. Вот оно общение женское. Понятно? Вот оно. Сердце мое не камень. А, мое сердце не камень. Все, пошла сила. Понятно, да, система? Это очень важные вещи в жизни. Если у вас их нет, допустим, женщина подходит ко мне, говорит, я не замужем. Я говорю, у тебя подружки есть? Нет. Все. Шансов нет выйти замуж. Я говорю, у тебя подружки есть? Есть. Ты с ними близко общаешься? Нет. Она говорит, Олег Геннадьевич, как выйти замуж? Близко общаться с подружками. Дальше Олег Геннадьевич приезжает. Я не замужем. Подружки есть? Есть. Близко общаешься? Да. Счастье испытываешь? Нет. Счастье испытывать. Близко общаешься? Да. Подружек много? Да. Счастье испытываешь? Да. Замуж хочешь? нет все значит замуж скоро со процент такая система так вот запомнили последовать за убеждать теперь стресс что такое стресс стресс это когда ты имел неправильную цель в жизни цель жизни кормит всю психику человека смотрите есть разные цели есть цели которые просто судьба выбирает вот например хочу замуж это я выберу выбрал я выбрал цель нет жизнь выбирает приходит время хочется замуж все жизнь выбирать всем женщинам хочет замуж приходит время но если женщина считает что это цель ее жизни вот она живет для этого чтобы выйти замуж это значит что она замуж не выйдет почему потому что она в эту мысль и вкладывает всю свою надежду то есть другими словами мужик она поверила в мужика не бога результате она начинает очень сильно как бы от этого зависеть потому что зависеть от кого-то человеку надо обязательно вот я завишу от голоса своего наставника я когда молитву читаю включают него завишу сильно это зависимость абсолютную силу имеет она никогда не подведет потому что через голос наставника в этом случае действует бог и никогда это не разрушит мою жизнь я убедились ждался это в тысячу раз чем больше я слушаю голос старшего чем сильнее я живу но если я зову завишу от мужа то есть он цель моей жизни этот человек не выдерживает этой энергии не выдерживает его плохо становится внутри он не может жить с этим человеком который как бы верит в него вот поднимите руку кто не смог жить с человеком который так сильно его любил что это разрушало вот это много таких людей невозможно просто выдержать эту силу вот человек тебя верит в тебя у меня был случай один я вот читал лекцию 4 часа ну в ответ на вопрос там все 4 часа лекционных выхожу из зала бежит женщина олег геннадий без вас я не смогу же и хватает меня за руку 5 секунд хватило чтоб я обесточен был полностью так и побледнел такой мне плохо стало за меня держится вроде бы как бы уже супер до всего чего мог достиг до осталось только и все неплохо стало почему потому что она меня с кем-то перепутала понимать с кем-то перепутала с богом старшим надо доверять то есть это тоже вера но надо понимать что если я правильно себя веду я хочу сама поменять свою жизнь и хочу помощи тогда через старших начинает действовать бог но если я считаю что он мне поможет а я сама делать не хочу вот такая вера означает что человек верить в человек а не бога он сделал себе кумира просто кумира или а человека богом начинаю считать тоже сделал кумир тот же самый результат а и 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 Продолжение следует...